Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для тельцов на вторую декаду декабря. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает тельцы в период с 10 по 20 декабря. Мы коснемся сферы отношений, работы и карьеры, бизнеса, финансов. Получим советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Тельцы, вторая декада декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет, предупреждение от второго. Или норман? Тельцы, вторая декада декабря. Сюрприз или неожиданность? Или на чем-то или нормальном? Хочет сделать акцент. Как сюрприз-неожиданность, Ленорман нам показал, что вам нужно выбрать сейчас новый путь в вашей жизни. Это может касаться всего, чего угодно. У нас здесь еще совет, предупреждение императрица. Это может быть начало нового творческого проекта, бизнеса. Но это работа на себя. Здесь у вас ограничения. Здесь какие-то поиски. Также это может касаться вашей личной жизни. Звезда ведь у нас это тоже какая-то дальняя цель. Это может быть тоже новое направление, новая мечта, новая задумка. Тут самое главное, карта говорит по компасу. Вам нужно составить план и понять, куда вы собираетесь двигаться. Поставить эту цель. Ну и естественно выбрать направление. Хорошо, в начале 10 дней у вас ложится пятерка кубков. Это карта разочарования, потерь, что-то вы не смогли, например, воплотить в жизнь. Это может быть крушение надежд, какая-то утрата. Если это касается отношений, то карта может показывать о расставании. Здесь у вас четверка. Может быть, накопилось столько много противоречий в ваших отношениях, что вам уже совершенно невозможно договориться. Также по работе здесь какие-то ограничения. Может быть, и уход с работы, и закрытие бизнеса. Из-за того, что не смогли вы что-то реализовать. Ну, восьмерка мечей, как правило, это какие-то ограничения. Это могут быть и извне, конечно, но могут быть и самоограничения. Может быть, вот из-за того, что происходит в мире, ваш бизнес, например, от этого очень сильно зависит. Давайте мы эту пятерку уточним. Потому что всегда вот эти два кубка говорят, что есть люди, которые могут вас поддержать в трудную минуту. Это могут быть родные и близкие, друзья, может быть, коллеги на работе. Да, ну, по семерке вы столкнулись здесь с обманом. Тут, смотрите, семерка – это когда мы действуем как-то скрытно. Мы или против нас. Если это касается работы, это могли быть какие-то интриги, происки врагов, конкурентов, завистников. И у кого-то здесь, может быть, потери работы или закрытие бизнеса. Ну, а если это касается личных отношений, тут кто-то себя повел не очень красиво. Вы могли столкнуться с предательством, с обманом, с изменами. Но если вы так действовали, то это ваши неправильные действия могли привести к разрыву отношений. Тогда давайте посмотрим, для тех, кто в отношениях или в браке, ложится четверка мечей. Как правило, эта карта говорит о временном расставании. То есть могла произойти крупная ссора, из-за которой вы сейчас находитесь в подвешенном состоянии. Если вы просто встречались, вы сейчас могли вообще расстаться на какое-то время. Здесь всегда карта говорит, возьмите сами паузу, дайте паузу вашему партнеру-партневшему и обдумайте, нужны вам эти отношения. Если вы понимаете, что человек вам дорог, значит, нужно просто выждать время, чтобы все как бы остыли. Потому что если сразу начать выяснять отношения, то придет пятерка мечей, а это конфликт-война. Давайте мы уточним. Также четверка может говорить, что кто-то уехал куда-то из партнеров. Помириться вы можете. Но вам нужно и самим взять время, и дать время партнеру. Двыка кубков это примирение. Это когда люди идут навстречу друг другу. Например, если у вас есть ребенок, то ребенок может вас опять примирить. Но по компасу, здесь опять карта говорит, не торопитесь. Нам компас помогает. Может быть, реально вот у вас из-за ребенка, а может быть, даже у вас их двое или трое, может произойти опять примирение. Так. Да. Ну, Туз Жезлов может показывать страстный сексуальный посыл. Это дать толчок, новый толчок в развитии ваших отношений. Ну, примириться, конечно. Еще здесь, может быть, у кого-то, как я говорила, партнер уехал. Может быть, уехал партнер, партнерша, да. Может быть, кто-то из отношений уехал, например, на заработки. Это четверка, это когда невозможно жить без партнера. То есть, человек скучает. Здесь, может быть, человек приедет на какое-то время, но потом опять уедет в дорогу. Это, может быть, и работа вахтовым методом. Может быть, человек уезжает куда-то в другой город, в другую страну. Или, может быть, это мужчина, например, потому что в деньгах здесь колесница. Может быть, мужчина дальнобольщик. То есть, где-то постоянно в разъездах. Но помириться вы можете, если это была ссора. Хорошо, для тех, кто в поиске. Старший аркан император. Для женщин здесь приходит такое крепкое мужское плечо. Да, император доминант. Он требует подчинения. Но у вас еще и совет ложится, императрица. То есть, здесь вы очень друг другу подходите. Если меня смотрят мужчины, то карта вам советует действовать как император. То есть, здесь уже карта показывает очень стабильные, серьезные отношения. То есть, это не просто какая-то интрижка или это временные встречи. Нет, здесь уже люди настроены на что-то более серьезное. Конечно, карта может показывать, что мужчина старше по возрасту или выше по положению. Почему вот эти карты говорят, что ребенок может показывать новые отношения. Но здесь по мостам вам придется, например, женщинам придется налаживать вот этот мост между вами и этим императором. Скорее всего, он будет требовать от вас полного подчинения. Но за это он будет вам давать защиту. Это такая крепкая опора. Но и отношения будут очень стабильные. То есть, вот это направление в отношениях будет выбирать мужчина. Как они дальше будут развиваться. Хорошо. Для тех, кто работает, ну здесь вот какие-то ограничения. Ну, смотрите. У нас вот эта семерка перешла в восьмерку. То есть, здесь, может быть, еще ваши неправильные действия приведут к потере бизнеса, например. Это пятерка, это мы не смогли что-то реализовать, но это наши недочеты приведут нас к ограничениям. Может быть, еще по семерке это желание заработать как-то неофициально. Может быть, в обход каких-то законов, а может быть, в обход, например, налогов. И вот эти ваши действия могут загнать вас в восьмерку мечей. Если вы на кого-то работаете, вы здесь можете столкнуться, как я уже сказала, с какими-то интригами. Иногда восьмерка показывает, что человек отказывается от всех сфер жизни в угоду карьеры. То есть, ограничивает себя в любви и в каких-то удовольствиях. Вот человек полностью поглощен продвижением по карьерной лестнице. Королева Швезлов. Ну, карта может показывать развивающий, успешный бизнес. Как правило, королева Швезлов – это женщина независимая. Она трудится на себя или занимает какой-то руководящий пост. Но вот смотрите, если вы сейчас испытываете в вашем бизнесе, в работе какую-то ситуацию, где вы зашли в тупик, здесь вам тут Ленорман говорит, выбирайте какие-то другие новые направления. И в совет ложится императрица. То есть, если вы до этого времени вынашивали какую-то идею, замысел, то вам сейчас советуют, помимо того, где вы работаете или на кого-то, начать еще что-то. Или просто выбрать новые направления. Если здесь вы не можете действовать так, как вы хотите. Но так как это не ваша масть, может быть, помощь от такой дамы – это, опять же, может быть, какая-то бизнес-вумен. Но это женщина, которая фонтанирует идеями. У нее очень много замыслов. У нее много энергии. Может быть, есть помощь от такой женщины, которая поможет вам выйти с какого-то скованного состояния. Это может быть и ваш начальник. Здесь может быть предложение о каком-то совсем новом бизнесе или работе. По компасу карта говорит, этот человек может вам дать какой-то новый путь. Но здесь всегда они говорят, слепо не следуйте чужим советам. Да, прислушайтесь, но все равно действуйте сами. А вот для тех, кто в поиске работы, у нас ложится паш мячей. Вы знаете, здесь можно найти работу. Это что-то связанное с коммуникациями. Это может быть какие-то кул-центры, сотовая связь. Еще это связи с общественностью, реклама, журналистика, телевидение, радио, интернет. Или может быть какой-то мелкий бизнес. Ну а для того, чтобы эту работу найти, вот паш мячей всегда говорит о сборе информации, отслеживании. Может быть, опять же через интернет, на какие-то сайты, где предлагают работу. Так, давайте вам совет здесь посмотрим. Как бы есть шанс, и звезда, и колесница говорят о получении работы. Тут или через интернет, или нужно будет куда-то уехать. Вот у вас тоже король жеслов. Тут у вас вот какая-то парочка для тех, кто работает и в поиске работы. Здесь может быть содействие от короля жеслов. Может быть, это ваш какой-то родственник, супруг, отец. Для мужчин может быть друг. Это или представитель огненной стихии, или это человек, который работает на себя. Или может быть, занимает руководящий пост. То есть, тут будет помощь или по работе, или в делах от этого человека. Может быть, вообще это бизнес-партнерство. Хорошо, финансы. Старширка на колеснице. Здесь могут прийти деньги, может быть, какой-то перевод, если вы ждете. Также здесь возможны доходы от поездок. Вот я здесь говорила, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь может быть, реально человек зарабатывает какими-то передвижениями. Или куда-то уезжает. Или здесь еще работа, например, на своем автомобиле. Может быть, это опять же такси, дальнобой. Но еще это траты на поездки, на переезд, на автомобиль. Может быть, кто-то будет покупать автомобиль, продавать. Но еще у нас колесница намекает на какие-то быстрые деньги. Но здесь могут присутствовать риски. Вот как я говорила в начале, человек рискнул и... Например, вам кто-то предложил куда-то вложиться. Типа, вот сейчас мы уложимся, ничего не будем делать и заработаем. Вот здесь вот будьте аккуратнее. А то эти быстрые деньги могут обернуться во что-то не очень приятное. В конце этих 10 дней у вас старший аркан-звезда. Ну, в первую очередь, это карта надежды. И она говорит, что ваш внутренний компас ведет вас в правильном направлении. Вот этот вот компас. То есть здесь могут появиться очень хорошие перспективы. Будь то в работе, будь то в отношениях, в ваших планах. И вам звезда всегда говорит, что нужно планировать на далекое будущее. Вот здесь выбрать какое-то направление, не спешить. И вы должны понимать, куда вы идете и чего вы хотите достичь. Вот эту вот далекую звезду. Ну, а еще звезда – это карта исцеления после кризиса. То есть у нас звезда приходит после башни. И она говорит, что вы с честью прошли какие-то испытания, может быть, трудности. И теперь для вас наступает период, когда все проблемы уходят. Вы можете воплотить в жизнь самые ваши смелые идеи. Поэтому занимайтесь какими-то любимыми делами. Строите дальние планы. Вас ждет успех. Ну, еще у нас звезда – это карта популярности, известности. Ну, давайте мы одну карту посмотрим со звездой, что у нас. Ну, тут новое что-то, да. Здесь или новая работа, или новый бизнес. И еще в совет у нас ложится императрица. Да, вот она говорит сейчас – сейте, сейте эти семена. О чем вы думали? Закладывайте вот этот будущий урожай. Да, восьмерка – это карта подмастерия. Она говорит, что здесь еще необходимо будет обучаться, получать новые знания, оттачивать свое мастерство. Но это какая-то очень долгосрочная цель. Ну, отношения-то мы тоже над ними работаем. Поэтому у всех это разные сферы. Но в любом случае очень стабильные, перспективные карты. Ну, императрица в совет. Несмотря на то, над чем вы сейчас работаете, какой урожай вы сажаете, все равно для женщин, да, не забывайте о себе. Уделите время себе, своей внешности. Какая бы дальняя цель у вас сейчас не стояла, постарайтесь, чтобы она не заслоняла вас от остальных сфер вашей жизни. Хорошо, давайте получим для вас советы. Виканский оракуру. Тельцы. 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 Тельцов. жезл перевернутый как символично два жезла перевернутом значении карта говорит вашей энергии сейчас направлены в неверном направлении проявляясь такими способами которые скорее омертвляют чем оживляют вас и вашу жизнь обдумайте своему стратегию еще раз и еще у нас совет от королевны тельцы 2 декабря так это у нас ассессинг тоже направление до но переводится на как оценка и она говорит вам сейчас нужно оценить ту ситуацию которая происходит в вашей жизни и действовать на основе этой оценки хорошо давайте получим ответ от маятника маятник ответь пожалуйста тельцам на их запрос да или нет на вторую декаду декабря ответ не знаю это или не знаю или может быть такой ответ ничего могу сделать может быть вы сами еще не определились вопросом получился расклад я благодарю вас за просмотр если вам понравилось пишите ваши комментарии ставьте пальчик вверх всего хорошего спасибо